Кредит — это тоже инструмент порабощения современного человечества. Для чего это делается? Особенно сейчас кредиты кредитом приучают молодежь. То есть переплата ноль, главное — возьми кредит, возьми беспоручитель, возьми практически уже и без паспорта готовы дать кредит, лишь бы он взял, лишь бы запустился этот механизм. Кредит — это всегда удавка. Это всегда не свобода. В чем заключается ловушка? Если человек хочет купить какой-то товар, например, молодой человек, он откладывает, откладывает, и это является его очередной промежуточной целью. И когда он покупает этот товар, у него появляется ощущение радости, что он заслужил, и работал, и заслужил приз этой игры. Разберем ситуацию другую. Ему дали кредит, он купил этот товар, первые секунды радости у него прошли, а теперь у него начинается мучение. Пристал он уже получил, а отдавать еще много-много месяцев придется. И кредит начинает действовать на него как присоска. То есть не дает человеку двигаться вперед, тянет его назад. То есть он же уже получил, а отдавать-то в будущем надо. Получается, в будущем цели-то нет, понимаете? И она сзади осталась. Таким образом, человек больше энергии отдает за тот товар, который он купил. Его и так обобрали, пока он зарабатывал деньги. То есть сейчас ему придется двойное налогообложение ввести. То есть он будет платить налоги, чтобы заработать деньги, и плюс еще гасить кредит, и плюс еще платить проценты. То есть по сути-то радости-то никакой, одни проблемы. Этот товар получается значительно дороже, чем он ему бы обошелся в самом начале. То есть особо страшным кредитом является ипотека на сегодняшний момент. Потому что ее иначе, как 15 лет с конфискацией имущества, назвать невозможно. Потому что, ну, 15 лет, представляете, человек не должен болеть. Если человек пропускает два платежа, всего лишь два платежа, он лишается квартиры и тех денег, которые он туда внес. А возможно, что он потеряет и квартиру, и деньги, и еще останется должен банку. 15 лет не болеть. 15 лет, ну, допустим, вдруг он допустил ошибку, живет с нелюбимым человеком. 15 лет не разводится. Работодатель, когда узнает, что человек взял, работник взял ипотеку, он начинает его загружать большим объемом работы, прекрасно понимает, что человек находится просто в рабском положении. Он не может себе позволить лишиться работы. То есть иначе он пропустит один платеж, потом пройдут уже пения, он будет еще и еще больше должен. Такой человек не может спокойно уехать, допустим, отдыхать в отпуск. Ну, представляете, текущий платеж нужно будет заплатить, потом нужно будет заплатить платеж за то время, пока ты отдыхаешь. То есть человек, по сути, загоняет себя в очень жесткие рамки. Человек не может достойно отдохнуть. То есть те люди, которые взяли ипотеку, по сути-то, они являются рабами банка. Они не живут, они практически существуют от одного платежа до другого платежа. И многие даже не осознают до конца, что же произошло. У меня один знакомый приобрел квартиру по ипотете, я ему просто спросил, чья квартира? Он говорит, моя. Я говорю, хорошо, свидетельство на право собственности где находится? В банке. Повторяю вопрос, чья квартира? Моя. То есть до человека даже не доходит простая мысль, что в принципе-то это имущество банка изначально. И он лишь временно находится там. Он платит плату за банк. Платит кредит, проценты. И первое время, особенно первые годы выплаты по ипотеке, там гасятся только проценты. Основное тело кредита остается нетронутым. Это тоже обман своеобразный. То есть банковская система, она очень изощренная на сегодняшний момент. Она наработала такой инструментарий, что простому человеку-то в принципе не разобраться. А если он привлекает специалиста, то это еще более удорожает его жизнь.